открываю сегодня youtube так сказать посмотреть что там и значит на ленте youtube а видео про меня любимого какой-то канал ютубовский пытается обо мне рассказать что вот интересная личность многие интересуются что да как ну и начинает рассказ я читаю вижу учился в школе окончил 11 классов в то время 11 классов не было было 10 когда я кончил школу это был где-то 70 71 год ну и дальше не стал особо слушать хотя в свое время читал википедию опять-таки малаха вина и петрович вот и там тоже очень много неточности я как-то попытался исправить в эту википедию отправил но там что-то на рассмотрение так далее одним словом если так интересно я решил рассказать о самом себе вот как я понимаю самого себя и кратко изложить кратко интересно изложить но можно сказать свою жизнь основные вехи что это действительно за человек я что это за человек ну начну родился я 20 сентября 54 года должен был родиться скорее всего значит 19 сентября но так как это было воскресенье 19 сентября все это переложилось на 20 сентября значит рубли были трудные что-то там все остановилось внутри как рассказала мамонька пришел врач говорит вот так вот роженица такая-то уже никакая ну не было решено простынями обвязать живот и так сказать потому что мать уже не могла напрягаться то есть и уже было не рад не дородового процесса вот выдавить значит меня выдавили посмотрели а так так сказать новорожденный то уже как бы сказать вроде бы живой но и вроде бы уже собирается отходить в тот мир откуда пришел и меня отлучили от матери то есть после родов сразу же отделили ну и стали наблюдать выживать не выживет то есть чтоб уже не травмировать роженицу если ребенок значит умрет то и не показывать вот так где-то прошло дня три что-то никак не умираю и мать не рассказывать я уже сама тогда за что ж такое что там с ребенком моим прокралась вот и говорит лежит 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 значит чернявый голубоглазый пощупала ручки ножки на месте все на месте все значит вот и после этого и отдали и как она сказала моего королька то есть это хорошая так сказать уже предпосылка да когда тебе такой вот королек как бы сказать прозвище или еще на что-то такое знаете дается это это не зря с родами я сказал покончил конечно это большой был удар по моему организму который возможно и сейчас еще идут разного рода последствия но тем не менее никаких поблажек мне не было рос я таким мальчиком перочить любознательным родители уходили на работу и до меня особо никому не было дело не в ясельки я не ходил не в садике не ходил дело то было такое такое как бы сказать ну для страны советского сезона вполне нормально народ работал а а дети там есть возможность то будет значит я все таки садик нету возможности значит бабушка посмотрит вот я был предоставлен самому себе ну конечно я сдружил с ребятами там бегали то все и вот как бы сказать меня интересовало окружающая среда помню там жучки ящерицы ловил таких змей не ядовитых ужачки ну то есть вот это все мне как-то интересовало начал рыбалить вот рыбалки старался уяснить как как лучше рыбу ловить ловил я головлей вот для того чтобы поймать головля сначала кузнечика поймать на кузнечика я ловил потом значит головлю ходит почему его называют головлю поверху рыба пугливая надо было осторожно подкрасться к берегу стать за каким-то деревом и так незаметно ему только оп подбросить поднос кузнечика вот этим делом я весьма овладел преуспел всегда головликов пойма и чем туда не дальше тем больше вот в школе я начал учиться в школе значит до восьми лет мне не хватало там 20 дней то есть я пошел немножечко раньше в школу ничего мало неразумно и если там слышал разговор взрослых но если он там потянет значит потянет если нет он на следующий год там поступит ну так как все мы друзья они были немножко постарше и они учились и вот как бы сказать и вместе с ними все таки ну и пошла учеба чё там чё там учиться вот овладел счетом письмо нравились мне в школе что там природоведение нравилось там география вот такие гуманитарные науки вот в этом я историю потом я получал там четверки пятерки а то что не нравилось я особо и не учил вот поэтому школу я окончил на троечке школа окончил на троечке уже в школе я начал заниматься не как бы сказать вот любой человек он взрослеет где-то примерно в 12-14 лет а начинает уже определяться с будущей профессии вот меня захватил путь силы значит мальчик там павел пяткин со мной занимался так он был мускульно развит и так мне хотелось на него быть похожим ну я же начал натягал разных разных железяк то есть что вот отмечу это уже тогда если я чем-то занимался тоже как-то начинал и обустраиваться для этого то есть если этом ловил каких-то насекомых там присмыкающихся все уме там были баночки различные у меня там были баклажки где их там держал то есть все это я умудрялся там разместить себе смысле в квартире точно здесь же натягал там различных там рельс всякой ерунды потому что гантели как-то были дорогие вот и я значит дома раз 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 занимался потом где-то мне уже 15 лет было я пошел спортзал у нас был спортзал там ребята и качались и штангу тягали вот ну и я так сказать такое можно сказать не особо для штанги приспособлены я пришел туда естественно подымал мало но но вот именно но но присматривался кто как там подымает что делает читал много читал много читал то что мне попадалось что мне интересовало любил на журнал наука и жизнь вот я много что и вот вычитал узнал что вот такой супер сильный американец пол андерсон значит установил там рекорды выиграл олимпиаду и как за что он можно сказать набрал силу ну это родители держали две коровы и он где-то литров шесть молока в день выдувал вот где-то мне уже шел вот шестнадцатый я думаю ну и я начну с молока то есть я начал разъедаться начало там три литра молока там выпивал в течение дня потом сам постепенно как-то разъедание быстро происходит растягивание живота вот и как-то это дело мне нравилось ухду хороший вид спорта с одной стороны смотри ешь там все что захочется вот и тягаешь и через день занимаешься ну так и потихонечку дошел до 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 шести литров молока а потом бывало даже ты где-то и до десяти добро здороваться вот то есть насчет этого ну естественно там занимался вес пошел 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 сильно пошла 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 и все так сказать получилось довольно таки нормально и карме уже набрал 100 килограмм доброй здоровьица выполнял первый там разряд ну и попадаем в спортроту да а перед перед армией после того как я окончил 10 класс тогда не было 11 класса можно было раньше уйти там 8 окончил 8 классов куда-то там поступить но и никуда поступать не собирался вот окончил 10 класса добра здоровьица как говорится чем-то то надо заниматься время тогда такое было и поэтому я поступаю на электрослесаря кипи автоматики профессионально технического училища номер 46 оканчиваю его вот тут я уже так получше учился там где-то предметы то есть на четверочке и после этого замирать меня варим попадаем в спортроту и начинаю там заниматься уже более профессионально вот и у меня там был в такой трудный случай мне вырезали аппендицит а когда очень желать летом вырезают аппендицит то такой человек как спортсмен уже никому минус вот такие-то дела доброе здоровьица и дело идет к тому чтобы меня отправить опять в часть и так сказать моя спортивная карьера на этом перечеркнется ну тут провелась такое интересное качество как воля упорство вот я уперся и значит где-то мне в августе сделали к тому же после этого их и геморрой возник добавок именно после операции вот я начал так усиленно заниматься тренироваться несмотря на то что мне уже не создавали никаких условий спортроте есть такая вещь если ты спортсмен хороший то все ты тренируешься там для тебя все так сказать а если ты как спортсмен уже не нужен но еще часть тебя не отправили пока там документы готовят то тебя будут отправлять на разного рода работы приезжают спорт роту там по блату и просят допустим дать крепких ребятам что-то там на складах погрузить перегрузить сделать ну вот и я как раз значит вот так начал где-то с конца сентября меня забирали на склады на работы разного рода а потом под вечер привозили вот вся команда тренировалась отдыхала а я значит после работы брал валителю и шел в спортзал и тягал и тягал и тягал и тягал и тягал вот тут так сказать я уперся и понял что такое тренированность вот как надо тренироваться что просто результат и вот смотрите я был перворазрядником и прошел значит с конца с конца где-то сентября октябрь ноябрь и декабрь но в целом где-то около трех месяцев и так прозанимался как следовало и на соревнованиях где-то числа 25 на на 26 примерно так декабря я выполняю норму мастера спорта то есть сразу же перепрыгивать через кандидата вот до этого лучший результат у меня был 130 рывок стал 140 толчок был 160 стал 170 я перевыполнил норму мастера спорта тогда она для первого тяжелого веса это до 110 килограмм составляла 135 рывок 172 толчок а раз я 140 порвал мне уже надо было толкать можно было толкать на 2 с половиной килограмма меньше главное уложиться что я сделал первом подходе вот после армии так сказать я продолжал там заниматься меня оставили на сверхсрочки и я поступаю в центральные ордена линии институт физической культуры и спорта именно владимира леча ленина поступаю это был филиал от от москвы в ростове вот и там очень много людей училась том числе знаменитых спортсменов далее у меня была травма меня выгнали со сверхсрочки потому что я не мог там оторвать и 100 килограмма надо там только со 110 было начинать примерно вот и опять таки я проявил уперто с волю через годика 2 я восстановился и короче закончил свою тяжелоатлетическую карьеру с результатом с лучшими результатами 160 рывок 197 толчок 202 с половиной брал на грудь не толкнул толкнул но вперед то есть это как раз те результаты которые превзошли тяжелоатлетическом двоеборье чем результаты андерсона то есть он столько не рвал и он столько не толкал хотя был естественно много намного сильнее но тут изменилась техника сила должна быть быстро и так я заканчиваю свою спортивную карьеру как-то почувствовал что дальше мне особо ничего не светить хотя сейчас понимаю можно было и дальше заниматься то есть как-то потерялась цель это очень важно вот как только цели нету все ночь все рушится то есть важно в жизни иметь цель а а потом уже выставить цепочку какие средства необходимо задействовать и как надо воплотить это все и тогда получится вот это как раз я заканчивается тут физической культуры и спорта в 80 году экзамены были в ростове я их сдал все госэкзамены на отлично мне уже это все нравилось физиология анатомия в этом деле так сказать мне это интересовало и я и в этом деле разбирался что учителя мне такая бах чуть ли не автоматом проставили так москву не поехал из-за того что там была олимпиада и поэтому все все значит на местах сдавалась вот далее чем-то надо заниматься как-то надо жить тут начались мои разного рода искание новые это пробовал еще пробовал восемьдесят первым я в августе женился вот на прекрасной женщине как показала жизнь с ней я живу до сих пор хотя всякое бывало машина есть машина и родился первый ребенок сын леонид восемь втором потом восемь седьмом дочь родилась катерина вот как раз где-то с восемь второго года на эти вот это все твое безобразное питание все это вылилось в то что как-то болячки обострились и стала как бы сказать душновато жить вот такое интересное выражение душновато жить в своем теле из-за того что она больной и и мне возникла мысль ну что ну что вот если я начал 45 килограмм заниматься дошел до 200 стал подымать то неужели я тут как-то со своим здоровьем не поправлю что-то не сделаю такое как-то делом подошло к тому что знаете вот не столько можно знаете претерпеться с разного рода недомоганиями там болями и жить вот так вот но так как ты был суперменом машина подымал там все эти 200 килограмм будет особенно то если там брать приседания там тяги и так далее то да кстати скажу силовые с какими силовыми результатами я закончил 180 жим лежа где-то 160 сидя я жал 110 легко жал из-за головы тяга становая была 270 легко попробовал 290 оторвал приседание 255 потом когда я уже был более сильные я не пробовал но так я где-то 240 уже приседал раза на 34 примерно что-то такое было то есть можно было и больше присесть но но такие вот силовые результаты значит одной рукой я рвал 80 килограмм 90 перебросил не удержал так же стану а тебя приседание это основной тревогой вернемся к тому что вот контраст был кто-то был такой сильный кто-то был такой секой знаете здоровый вот такой голова и тут друг вот эти вот немочи все это там такое как-то все это дело знаете работа ты не не нашел себя все это нелюбимое куда-то надо ходить что-то там надо делать все это как-то вот может сломать человека на психологическому уровне и вот это началось со мной как раз такой вот что были такие моменты как-то как-то я понял что надо за что-то зацепиться в этой жизни за что-то зацепиться стал решил попробовать естественно и обратился к врачам обратился к врачам со своим геморроем нафиг еще там со своим там насморком со своими ангинами ну и и толком ничего не получил кроме знаете как бы сказать какого-то временного облегчения которое потом вылилось в более серьезные проблемы со здоровьем ладно и вот я вспоминаю то время значит ну что делать что делать это 83 84 год я начинаю там читать и любил и багаж то знаний у меня был вот искать уже конкретные средства там для оздоровления какие всякие всякие и как говорится кто ищет тот всегда найдет нашел одного человека нашел другого нашел третью просто опа выхожу через них на черкасова владимира георгиевича у которого библиотека имеется библиотека здорового образа жизни йоги танцы гуна там мистики и и всего понимать то есть были в то время научно-исследовательские институты которые естественно занимались всеми этими делами и у них были переводные издания западных книг вот так то их продажи не было но вот вот этих институтах они были и естественно в москве там люди подсуетились ксерокопии этих книг они там продавали вот он собрал я с ним договорился что я буду печатать напишущие машинки там три экземпляра первый экземпляры себе в честь уплаты ему два экземпляра которые он потом может там продать или желающих было достаточно и так я стал поступать то есть я приобрел пишущую машинку ходил с этими с этой машинкой ездил впечатал откуда научился печатать этот тот период в пишущей машинке была одна пишущая машинка то олимпус здорового старая потом я приобрел такую красненькая она в таком чемоданчик приобрел красненькую машинку и на ней все это то есть это был период когда я для того чтобы самообразовываться самообразовываться я специально сменил работу чтобы у меня было время то есть стал водолазом спасателем там работа примерно так в зимний период сутки через трое дежурили а в летние значит сутки через сутки то есть время было вот я ходил и все это дело делал и пробовал делал и пробовал книги поля брега шелтона с вами его нанды концентрация медитации все это я так сказать пропустил через свои пальцы и пытался что-то делать осваивал и так и сяк ну и короче что-то стало получаться потом только хоп на чистку печени андреева вышел вот это сразу дало резкий толчок выздоровление то есть клизмы по океру и после чистка по андреева но это все все это естественно было все это естественно какие-то варианты тех или иных народных способов вот начало получаться и вот тогда где-то в девяносто шестом году девяносто седьмом году может раньше у меня появилось желание поделиться я уже стал совсем другим человеком то есть разительно изменился этот вес тяжелоатлетический знаете так сбросил я стал выглядеть стройным изящным и молодым прочитал лекции в газете труд местной там пришло много народу и было решено организовать клуб бодрость при гагарина и вот там я начал преподавать то есть у меня появился и материальный достаток платили люди и там как раз чистились и и кишечник и печенку и питались то есть я начал работать с людьми то есть такой этап несколько лет закаливание мы там ходили бегали немножко йогой занимаясь вот то есть как работать с людьми все это получилось все это нормально и потом у меня возникла мысль ну вот то что я там сделал как-то записать записать значит в виде виде каких-то заметок и вот так вот появился первоначальный вариант целительной силы такая тоненькой брошюрка в то время уже где-то 87 88 год во всю знали фамилию семенова надежда алексеевна вот она приезжала в ростов там был клуб надежда все там она преподавала и я там что-то рассказывал показывал вот в конце концов там как раз и литература моя начала распространяться помимо того что здесь и дома и там первоначально все это было сделано на мои деньги собственные вот а потом когда увидели что это дело идет были левые тиражи мне потом рассказали ну что было что было ладно вот это все мне захватило а именно вот теперь подойдем так сказать феномену книг вот то что я делал то что было описано допустим как голодать там как питаться дыхание ну в короче все это оздоровление тем более там уринотерапия появилась митчелла амстронга мне заинтересовал вопрос а как это работает как механизм то есть я всегда задавался вопрос как это работает где искать я помню что где-то еще в 1983 году я купил большую медицинскую энциклопедию кто-то издала там сколько 51 52 тома или там меньше буква у нас 30 33 32 там добавочность то наверное где-то 35 к тому ну такие капитальные книги то есть вот такой вот я был вот жадный до знания я покупаю везу из волгодонска время тогда было как раз восемьдесят эти вот такое что сложное для меня я там вляпался в одну историю но тем не менее как-то как-то все это прошло то есть вот там то я восемьдесят этим году повернул на совершенно иной путь и после этого я вот как раз занялся оздоровлением то есть вот такой период был сложный и болячки и вот это вот работа и вот это вот вот значит книжки я приобрел все и я стал мы помимо этого другие книжки смотреть а более капитальное устройство то печени что она собой представляет на что она реагирует а там толстый кишечник а там еще что то то есть я стал искать научное обоснование всем этим клизмом чистка печени питание вот и естественно для себя выписывать что вот это вот процедура она то действует так то есть это как бы сказать обоснование натуропатии с научных позиций можно просто изложить вот как там чистку печени масло пьете там лимонный сок у вас выходит и все а насколько она там безопасно что там работает как работает то есть никто это не описывал до меня вот вот это вот все сделал я впервые и в итоге вот это вот брошюрка целительной силы она раздулась да уже можно сказать книжки первый о том целительной силы очищение там и питания за ним потом дальше пошло еще еще я значит издавал распространял вот первоначально и там значит это наверно в девяносто четвертом пятых годах был такой случай надежда алексеевна в то время она была известна гораздо больше нежели там я и к ней приехали там такие как бы сказать люди которые хотели что-то там издать от ее имени чтоб она написала она в это время была занята там как раз приехали специалисты по трансцендентальной медитации шахты вот и там они мантры давали короче все это обучали да и там то я впервые услышал учение об индивидуальной конституции я сразу же понимать как мне только так вот скажется щелчок сока оп я тут сразу же много мне открылось что все это как это стало наделать с учетом с учетом своей собственной индивидуальной конституции все мы разные вот эти вот люди значит спасили как надежда алексеевна что что мы будем ваши издавать или не будем а она уже тогда знала меня по моим публикациям ряда вот есть каменский шахтинском такой чудачок малахов геннадий и вы обратитесь к нему и значит мы с ними ага ну ладно печатать так печатать начали значит издаваться эти книги в старом осколе привозили ко мне я распространял бывало даже по десять тысяч экземпляров тираж я распространял вот мы распространяешь отдашь нам деньги а потом заберешь там свою долю и вот я помню то через меня деньги шли как не задерживаясь ага и потихонечку вот вот эти уже книжки начали приезжать там с украины люди приезжают другие то есть на место ко мне приезжали значит они там брали либо на распространение либо сразу там покупали и дальше ехали в свои там города распространяли и так они закатились до санкт-петербурга там было такое издательство комплект вот книжки принесли в магазин при издательстве и как раз там директора магазина маточкин алексей говорит слушай вот эти книжки хорошо продаются вот и они без моего ведома только бах напечатали уже забыл то есть то ли 50 то ли 100 тысяч на на 50 тысяч экземпляров продали а потом меня уже задним числом уведомили и мы значит подписали договор это примерно где-то был 1993-1994 год вот и после этого начался бомб целительных сил то есть они потихоньку потихоньку за счет сарафанного радио прокатились волной по всему советскому союзу как они там считали было продано там где-то более 30 миллионов книг потом значит возникли разного рода неурядицы это уже связано с деньгами там где деньги там начинается какая-то дележка вот я остался вообще там без книг опять-таки у меня была такая это надо где-то вот девяносто седьмой восьмой возник такой ступор эмоционально эмоционально подавлены я долго приходил себя уезжал на машине вот здесь же на донце есть такое место определенное и там будет ловил рыбку как-то отвлекался и мысли так а по мне буквально голосом не сказали а чё ты больше ничего не напишешь вот это и все что ты можешь сделать и знаете произошло такое интересное отрезвление да как это так я не напишу это явилась знаете опять-таки вот воля упорство и стимул и к тому же времени накопился масса уже материала потому что книги постоянно немножечко там что-то дополнял переделал а тут уже много времени прошло что можно было большую переработку сделать стимулом для переработки я перерабатываю книги то есть пишу еще больше пишу интересней то есть вот этот процесс меня захватил все и по новой значит пошли мои книги и там идут и тут идут меня печатали несколько там различных издательств вышло так что я все таки эти книги забрал назад то есть стал их владельцем мои книги вернулись ко мне назад бывает такое печатали хорошо года до 2003 и на украине печатали и за границей печатали я ездил даже на второй конгресс ульнотерапию со своей этой книгой ульнотерапии перевели на немецкий язык было такое интересная вещь там же и в германии где-то месяц был читал лекции проехался значит все были в восторге от всего это а потом как-то книги да а в 2000 по моему четвертом году я съездил в индию так получилось в то время как то еще знаете деньги русские еще как-то котировались и можно было себе позволить там за границу съездить но как-то не такая нечто было как сейчас вот я был в индии тоже где-то около месяца то посетил разные там интересные места таки о чем снял соответствующий фильм значит был в хашраме усатиса и бабы вот и вернувшись что-то мои книги как-то стали то ли уже рынок насытился то ли еще что-то произошло но как-то они слабовато и и ну будем говорить казалось бы ты позволил себе дом ты позволил там все машины ты позволил еще некоторые такие вещи вышел на определенный уровень жизни который надо вот так сказать как купец 1 2 3 гильдии подтверждать а доход уже не то как-то стало не по себе я поехал в петербург своему издателю с которого поднял поднялся на моих книгах а потом я тут сам поплыл вот мы с ним начали поговорить о том чтобы издавать книги это как раз был 2006 год и только об раздается звонок от эрнста меня приглашают на первый канал мой издатель аж нафиг подпрыгнул со мной поехал разместили нас в гостинице космос и начались пробы я в то время а телевидение знал и судил только то что телевидение это вот телевизор и с 2006 по 10 я так сказать всего кухню все его там стряпню все это прошло меня на глазах я как сказать превратился из простого человека смысл который видит и судит по экрану уже профессионала который ведет передачи более-менее знает как это делается и там проработал все спрашивают почему я там ушел в 2010 году те люди которые занимались моей программой и пришли совершенно новые мне непонятные программа до неузнаваемости изменилась и я должен был ну говорить все наоборот представлять там допустим ту или иную там клинику а не народную медицину не тот иной метод вот первые 15 программ были записаны я посмотрел на это дело по моему говорить говорил им но они там особо не отреагировали на это я так сказать знаете со спокойным внутренним такое спокойствие интересно что вот-вот я уйду и вот и ничего не будет и это сделал и действительно никаких ко мне было претензий ничего не того особо никто даже из руководства телевидения там не спрашивал ушел да и ушел и хрень и я занялся чем-то жена еще у меня спросил чем-то будем заниматься или ночью будем заниматься на доброзавлице чем и до этого писать там книжки еще что-то делать как-то для меня не проблема чем себя занять мы начали меня приглашать в одиннадцатом году на украину в двенадцатом году на восьмой канал и двенадцатом году константин львович эрнст меня опять приглашает на первый канал в передача доброго здоровья вот этом проработал с декабря двенадцатого года по где-то март четырнадцатого года все контракт закончился вот где-то с одиннадцатого года с двенадцатого года или с одиннадцатого нет в одиннадцатом youtube появился да в ноябре а я где-то на нас двенадцатого года ноября я когда вот в двенадцатом году увидел что программа доброго здоровья сойдет совершенно не в ту степь я решил делать целебную кулинарию средства у меня были снял квартиру купил фото это технику компьютер обучился то есть сейчас забубелый ютубер и начал значит делать программы для телевидения вот но телевидение там в кому предлагал они хотели там задарма все это приобрести знал что они в несколько раз дороже стоит короче мы не сошлись мне тогда чтоб программы не пропали выставил их на на ютубовском канале назвал его целебная кулинария то есть такая задумка была ну вот оказывается сочетание целебная кулинария набирает какой-то там мизер людей все набирают правильное питание и все это как мы будем говорить благополучно до буквально таки октября октября ноября 2018 года пролежала просидела без особого движения в ноябре где-то 20 ноября как вот я сейчас помню набирается 6 тысяч подписчиков и я начинаю активно заниматься значит ютубом опять таки читаю смотрю пробую люди подтянулись и вот с этого самого с ноября 20 было 6 тысяч и сейчас у меня 12 12 700 12 уже где-то под 800 подписчиков то есть существенная прибавка но тем не менее все таки это не то по сравнению с другими то есть в настоящий момент я являюсь ютубер 14 мне исполнилось 60 лет я пошел на пенсию и вот по настоящее время я занимаюсь проблемами здоровья изучаю их применяю их ну и вот так вот я живу по сей момент то есть вот это я рассказал возможно не совсем так сказать хронологически не совсем сжато ну вот рассказал о себе то есть меня в первую очередь интересует интересует знание интересует знание как его применить и знание человеке окружающем мире как говорили древние ученые целители они самые благородные и вот я как раз и занимаюсь тем что познаю сам себя опознал сам себя ты познаешь и других людей что мне движет окружающими как с ним надо взаимодействовать чтобы так вот не высохнуть а вот так вот допустим цвести вот что я хотел вам рассказать все что случилось с моей жизни сейчас я понимаю оно должно было случиться оно должно было случиться и на как раз и нужно было для того чтобы я стал тем кем я сейчас являюсь круто изменилось свое мировоззрение для этого меры были крутые далее все это поддержать далее преодолеть собственные слабости далее преодолеть какие-то разочарования сбивающие вещи ну вот так вот примерно как-то то есть вот вы можете если кому-то интересно можете даже воспользоваться этим видео что-то там взять там сжать хронологически и так изложить но с моих слов а не писать какую-то отсебятину которую вы вообще не знаете благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч